Привет, земляне! Мишка Ростовчанин здесь! Я нахожусь в Краме Терхофе. Это хозяйство Зепа Хольцера, которое находится в Австрии, в области, которая называется Лунгау, самой холодной области австрийских Альп. Сегодня первый день последнего семинара моего обучения у Зепа Хольцера, и нам повезло сегодня. Хорошая погода. Еще раз, чтобы все слышали, кто вдруг не слышал, можете, вот самообслуживание, берите кофе, чай, часто вы хотите, столько, сколько хотите, это ничего не стоит. Все хозяйство Зепа Хольцера – это воплощенный и удивительный пример глубокого понимания взаимодействия, симбиотического взаимодействия элементов живой и неживой природы. И я счастлив быть здесь. В ближайшие восемь дней я буду находиться здесь, и каждый день Зепа будет показывать и рассказывать, как устроено его хозяйство. А теперь феномен – пихта, привитая на ель. У Зепа растут рододендроны на высоте 1300 метров. Мы движемся по тропинкам Крамитерхофа. Без всякого болота растет клюква. Между пихтой и елью растет гинко-билоба, и это чудо. Весь Крамитерхоф – это отличный пример симбиозов. Здесь все растет в смеси, все поддерживают друг друга именно, поэтому эта система является устойчивой. Место, которое видно за моей спиной, это переток излишка водной системы. То есть это такое оккультуренное место, где из системы, где держится нужное давление для обеспечения дома и хозяйственных постройок водой, где из этой системы выходит излишек воды. Что мог посадить Зепа-Кольца рядом с этим родником? Конечно же, киви на высоте 1300 метров в Альпах. Как растет у Хольцера виноград? Вот так, на камнях. Между пациентами, которые учатся в семинарах. Это были убежали, кто учатся в семинарах. А, здесь он, где-то. Вот здесь он видит шуку. Он знает, что сейчас будет. Сейчас будет круто. Ого! О, шука! Шука! Это хуже, по у нас, и мы все вместе с детьми. Это шука, и она всегда в пруд. Хороший хуже. Раки, шука. За моей спиной виден аквариум, большой аквариум, в котором временно содержится рыба и раки. Этот аквариум находится рядом с домом, и это временное содержание перед кухней, перед тем, как эти рыбы и раки будут съедены. При этом внутри аквариума находится коряга, большая коряга, которая уже поросла водной растительностью, и эта коряга позволяет содержать в одном, относительно небольшом объеме, содержать вместе и хищников, и травоядных рыб, и раков. И там они себя чувствуют достаточно комфортно. Это, естественно, проточная система, что позволяет содержать этих животных свежее. Пойдем, пойдем, Дуня. Пойдем, пойдем, Дуня. Изначально этот участок был пологим склоном горы. Здесь очень маленький плодородный слой, очень много камней и, собственно, очень тяжелые условия для сельскохозяйственной деятельности. Зепхольцер потомственный крестьянин, и это была ферма его отца. Переняв эту ферму, он применил свой подход к хозяйствованию. И сейчас мы здесь для того, чтобы увидеть, что он сделал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова